всем привет и сегодня коротенькое видео и даже не обзор потому что будет без разлития в стакан и чуть позже я обосную почему без налития в стакан то есть мы цвет даже не увидим вот этого напитка и также сейчас объясню этот провокационный заголовок идеальное пиво да и так сразу приступим значит только нюантик это выбивается из концепции моего канала потому что я вообще пытаюсь находить нищебродское хорошее пиво то есть очень дешевое но при этом хорошее это сложно но я пытаюсь это совершенно другой формат мне только сегодня удалось это по акции взять акцию сейчас сегодня заканчивается к сожалению то есть до этого я как-то не уловил ну так получилось извините ну вот выбивается из концепции да это не дешевая но тем не менее очень знаковая и поехали почему она идеальная это крафт от волков к пивоварне но это тот крафт который не с привкусом носков и дохлых мух ну хотя сейчас баночку все-таки открою чтобы не быть совсем голословным хотя таким голословным только что на улице выбухал его четыре банки ну да помните ты так вот поехали почему она идеальная может даже на себя уже направить я сегодня некрасивый ничего направить на себя или нет ну ладно давайте когда буду пить хотя бы на себя на то вдруг за кадром подумаете а там морщусь да это просто реклама а сам так такой фу-фу-фу ну что поехали пам пам о балдеж это немножко напоминает мое видео о Stouty Ballantyne от МПК, когда я только говорю, о, балдеж, как вкусно, ничего толком не объяснил. Извиняюсь за тот формат, ну вот, когда просто балдеж-балдеж и без объяснений. Значит, что можно сказать? Тут указано горечь ебу всего 15, хотя по факту оно очень горькое. Присутствует ли тут тот вкусик дохлых мух? Может быть, кто-нибудь помнит, когда были еще старые окна, не пластиковые, а вот когда две рамы было, и между ними мухи застревали на даче. Хотя на даче... Ладно, на даче не двойные окна, но вот именно на даче мухи, я думаю, многие помнят. И потом запах такой довольно характерный дохлых мух. И вот, например, в Амстале, который IPA, IPA Амстал, там вот прям вот тот самый вкус и запах дохлых мух. Тут же очень отдаленно, то есть это чисто вот вам вкидываю ассоциации, чтобы было понятно, что это такое вообще. ну да, оно присутствует, но при этом сразу же забивается какой-то очень странной горчинкой, очень странной горчинкой, но которая при этом необычная, но неотвратительная. И вот меня потрясает вот этот светлячок от Волковской пивальной компании тем, что оно горькое, вот очень необычное, ну как, да, я считаю его горьким, вот, смотрите, а, нет, Пежо, тут ИБУ не 15, а 35, это в описании в интернете было 15 написано, нет, ИБУ 35, то есть все нормально, значит, горьче тут соответствует указанный. Все нормально, просто в интернете почему-то было 15 написано. Ну да, что-то я не на тот сайт залез, но крафт, да, конечно, крафт. Так вот, в чем парадокс этого напитка? Обычно я терпеть не могу, когда пиво отличается даже крепкое от привычного мне хлебного вкуса, да, то есть когда-то какие-то там потусторонние привкусы присутствуют. Но это единственное из всех, что я пробовал за свои 34 года странное пиво, которое не вызывает у меня отторжения, потому что в этом году у меня уже был огромный факап, когда я накупил бельгийского Афельгейма Блонда по 70 рублей, по 65 по акции, я его не смог пить, насколько та Бельгия Афельгейм Блонда было таким странно и при этом отторжающим напитком. Тут вроде как присутствуют те же самые нотки. Кто-то может назвать это отдаленно вот это вот типа несвежие носки там да этот из Берварии Никита он скажет там запах бомжа да коронная фраза но при этом вот эти вот все вот странные такие горько непонятные вкусы в этом пиве почему-то они вот собраны в какой-то идеальный букет который в совокупности получается вкусным то есть оно очень странное очень странное но при этом вкусное но опять же есть нюанс может быть кто-нибудь помнит из подписчиков которые подписались летом когда я удалил старый канал и создал вот этот собственно тогда я взял в 0.5 светлячок и сразу же выпил его на улице и вот такой там был лайв-контент типа взял в магазин и сразу на улице снял видос и там я его очень сильно обговнял потому что я лох я его тогда взял из магазина тогда было максимум там температура точнее минимум можно сказать для лета минимум там была в пиве температура там градусов 14 а его подавать желательно там около 5 градусов ну не больше не знаю не больше 7 вот так вот потому что если обычный лагер ладно возьмем необычный лагер который я например люблю там чуть крепенькое там пиво или крепкое пиво для понятия вкуса там идеально 10 градусов да 12 ну да даже 12 можно сказать чтобы вкус полностью ощущался то тут очень важно именно не больше я бы сказал не больше 7 а летом я тогда его пил с теплым и теплым оно сука отвратительное ну потому что я неправильный опыт играл все-таки должна быть культура ну какая культура это же крафт что такое крафтовое пиво и Россия это ну как цирк дюсселе у нас да вот пока нету у нас только там братья запашные да вот эти изверги которые над животными издеваются ой сейчас даже не сдержался еще отпил ну так получается я не досказал почему оно идеальное так вот во-первых это крафт который обладает сложностью невероятный вкус но при этом вкусно это вот самое просто невероятное что может быть когда сложный вкус но при этом вкусный а не просто что-то непонятное то есть тебе не нужно строить из себя эстета чтобы понравилось это пиво хотя тут написано лагерь ну ладно не важно не важно так вот и формат 0.33 вот скажи мне кто-нибудь сейчас что я буду хвалить 0.33 не знаю еще там год назад я бы сказал я бы я бы его просто послал я бы сказал да ты что это полный бред я и так покупаю там полторашки чтобы нажраться ну чтобы напиться ну достичь стадии которая мне нужна там три полторашки например обычного пива и чтобы я покупал 0.33 ну вот век живи век учись ведь реально так и получается то что в маленькую банку когда ты открываешь и например если ты идешь по улице и вот после работки одну выпить это вообще просто идеально потому что как раз 0.33 и получается это так что ты получаешь огромное удовольствие и при этом нет вот этого какого-то остатка которым уже давишься ну серьезно то есть 0.5 быстро выпить ну нереально я даже вот по себе говорю да я 0.5 быстро выпиваю первые банки да но все равно ну не очень приятно 0.5 додавливать а вот одну такую хчпук и охуенно то есть и ты себя не мучаешь и удовольствие получил и еще огромный плюс потом я уже выяснил такую информацию довольно спорную однако мне кажется что она все-таки верная что когда употребляешь алкоголь чуть так сказать меньшими дозами и размеренно то есть как не размеренно то есть не делаешь длинные перерывы но все-таки есть какие-то перерывчики то есть раз там 0.30 там потом 2 потом 3 и в итоге ты опьянения достигаешь даже быстрее чем если бы выпил сразу 2 по 0.5 это очень спорная фигня потому что по-моему если выпить все-таки сразу 2 быстро 0.5 то опьянение будет ну моментально оно будет сильнее только вот насколько на дистанции вот опьянения то продлится то есть может быть оно просто в голову бухнет а потом как бы улетучится а вот при употреблении чуть меньших доз и вот с такими небольшими промежутками ну эти промежутки тратятся просто на взятие другой банки да и так далее и тут как-то организма немножко по-другому влияет то есть ой это влияет на организм немножко по-другому то есть тоже достигается большое опьянение но постепенно но высокое а не так что-то сразу хуякнул и свалился да нафиг но при этом тоже сильное и еще услышал от человека который которого которого я не очень уважаю потому что он не уважает пиво это алкобарт конечно очень известный на ютюбе но он пиво прям не любит и когда он был в гостях у Хованского он сказал ну типа в пиве но он не любит но он не пьет он особо в нем не разбирается но от него я услышал эту информацию что если пить водку этими пробочками то тоже опьяняешь быстрее и вот тут до меня допедлила теория а что если с пивом тоже так он же не может во всем ошибаться да в плане пива он точно ошибается ладно сейчас уже начнется про алкобар да нет нафиг мне он не очень нравится потому что он не любит пиво я не люблю людей которые не любят пиво все а еще если он потягивает водку даже дешевую потягивает значит у него просто вкусовые рецепторы давно там сожжены все закрыли тему про него возвращаемся возвращаемся к нашему светлячку от волковской пивоварни касаемо цены по акции это было идеально за 0.33 30 рублей это прямо если бы оно так стоило всегда это было бы просто идеальнейшим но такого в России быть не может да нет во всем мире быть не может оно во всем мире дороже бы стоило чем 30 рублей за 0.33 ну потому что в Европе оно бы там 0.33 евро бы целый стоило ну то есть там 80 рублей так вот а без акции по-моему это пива стоит там в районе 60 50 ну то есть в два раза дороже а вот который 0.5 бутылки да 0.5 он уже в бутылках а не в банках 0.5 я банки не видел только бутылки светлячка этого оно в некоторых магазинах даже 90 с чем-то рублей и вот друзья когда вот это пиво 0.5 стоит 90 с чем-то рублей это совершенно того не стоит то есть ну тавтология стоит не стоит не стоит короче когда оно без акции нет и тут вы скажете так тогда рушится вот эта вся теория об идеальном пиве ну ведь я так и сказал вначале то что да это вне формата то есть тут мы абстрагируемся от цены абсолютно ну да если не смотреть на цену если у вас кошелек резиновый это идеальное пиво все потому что оно сложное при этом легкопиткое очень легкопиткое и при этом так получается то что этот формат 0.33 еще и дает то что когда ты сидишь дома у тебя например гораздо меньше вероятности что выдохнется потому что 0.5 иногда даже для дома это много типа ну сидишь там кино кинчик смотришь и такой что-то ну отвлекся да а у тебя там 0.5 открыто например там вот стойка отпита оно там постояло минут 40 и я отвечаю что за 40 минут да даже 0.5 уже ну такое становится так себе а с таким ну не случится то есть меньше вероятности что оно выдохнется намного ты вообще как-то чувствуешь себя более цивилизованным то есть это эстетически более приятно попивать чем из 0.5 джихманское пиво ну повторюсь потому что урвал по акции если бы это я купил за полную стоимость то есть сколько оно 60 ну 60 с чем-то по-моему 60 за 0.33 чтобы чтобы я о нем сказал я бы его наверное хвалил да нет я бы его не хвалил я бы о нем говорил ой типа элитная типа ой крафт непонятный элитный крафт за 90 рублей и оно того совершенно не стоит ну что я только что 2 минуты назад и сказал собственно вот так вот получился обзор не обзор на 17 минут уже коротенький видос да конечно я и коротенький видос с моим вот этим языком это просто невыносимо как можно так пиздеть и пиздеть можно подумать как будто я живу один мне просто поговорить не с кем да так и есть на самом деле конечно поговорить не с кем вот так ну вот а обычно я крафт просто терпеть не могу и вы уже заметили что в крепком пиве я тоже всегда говорю ой хлебное охуенно вот эта вот золотая бочка да крепкая я говорю ой хлебное офигеть нравится плотненькая это тоже плотненькая тут хотя плотность начального сусла довольно низкая практически как у лагера обычного то есть если у лагера там 11 10 и 5 тут 12 да экстрактивное сусло плотность ну сейчас вот 12 но по ощущениям она реально такой приятный тягучий на то что я ай я не обосновал почему не налил в стакан потому что это формат такой не стаканный тут тут за вас уже все сделали идеально и на кой извините хер знать какого оно цвета если оно вкусное и тягучее будь оно хоть там серо-бур-малиновым и кстати я только в этом году узнал что серо-бур-малиновый это реальный цвет просто мой дедушка так шутил типа если какую-то вещь чинишь и не очень удачно ее чинишь он и говорил ну ты еще это серо-бур-малиновый в крапинку покрась и выброси ну ну да оказывается серо-бур-малиновый это реальный цвет можете погуглить серо-бур-малиновый так вот абсолютно не важно какого оно цвета будь оно хоть там зеленым голубым не только не голубым и не черным что пошло расизм сексизм ладно блять какая тупость это даже не смешно все я заканчиваю короче офигенно когда по акции это вот просто 10 из 10 без акции это только для толстосумов для очень богатых людей для элитных успешных которые ценят именно необычность но при этом качество сука это как реклама необычность оригинальность и качество для успешных людей все всем покедва и конечно не забываем качать приложение едодил 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 качай если ты жадный трогладил это кстати шутка безусловно потому что никакой рекламы у меня нет но и сегодня еще заметил что у едодила есть и сайт просто блять сайт то есть необязательно качать приложение у них просто есть вседоступный сайт веб веб сайт едодил и там есть все акции даже на алкоголь что я заметил потому что например на левых сайтах едодил это от яндекс да от яндекса а вот на несанкционных ой ну да нет несанкционных на сайтах об акциях в магазинах которые ни с кем не согласованы там запрещено выкладывать акции на вообще вообще любую рекламу алкоголя а едодил это типа официальная фигня и поэтому там разрешено в интернете разглашать акции на алкоголь хотя а вот на левых сайтах это запрещено еще один плюс едодила ну кто-то может быть не любит яндекс особенно из-за этого бугурта с их последним сука я сейчас еще про яндекс телефон начну пиздеть серьезно я же не стас как и просто о господи а может быть мне стоит уже начать и вести канал о всякой технике айтишник такой типа невъебенный ну да я могу взять свой разбитый айфон ой айфон алкотел сука у меня телефон был алкотел в смысле он алкотель ну честно подумать это алкотел ой 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 как все в мире какие же в мире бывают совпадения типа я алкаш а телефон у меня был алкотел ладно все всем покедова берегите себя играйте футбол и старайтесь находить оптимальное пиво на свой вкус а не просто покупать по привычке что то что вам не доставляет удовольствия серьезно потому что я знаю людей которые просто берут например балтику 7 по привычке и просто бухают потому что она для них нормальная но при этом даже вот они не считают его божественным я не понимаю зачем платить недешево а балтика 7 стоит недешево и при этом не получать удовольствия всегда можно найти в любой нише максимально хороший продукт именно для вас все пытайтесь и это касается не только пива вообще любой техники и одежды всегда в любой нише какой бы она низшей ни была всегда можно найти самое лучшее ну либо оптимальное для вас все а вот теперь точно пока все сказал все рассказал пока 2